здравствуйте дорогие шестиклассники здравствуй наш сутан здравствуйте здравствуй суетай как у вас дела все ли хорошо все здоровы самое главное что все здоровы ребята сегодня у нас с вами урок русского языка поэтому достаем тетрадь и записываем сегодняшнее число а сегодня уже последний день сентября а именно 30 сентября здравствуй да значит 30 сентября классная работа значит на прошлом уроке мы с вами говорили о слове и его лексическом значение здравствуйте мои хорошие всех рада видеть на уроке так значит классная работа и у нас сегодня с вами довольно таки интересная и нетрудная тема но все равно нужно быть внимательны так ребята посторонние ничего не пишем пожалуйста да домашнее задание не забывайте пожалуйста скидывать сегодня после уроков я вам дам задание в я-классе будете делать его записываем общеупотребительные профессиональные и диалектные слова тема вам довольно таки известная мы ее с вами просто повторим может быть кто-то забыл а может быть кто-то не записываем общие употребительные профессиональные и диалектные слова пишем грамотно не допускаем ошибок ребята все записали хорошо настя записал значит цели нашего сегодняшнего урока различать слова русского языка по сфере употребление общеупотребительные слова и слова ограниченного употребления знать нормы употребления диалектной лексики так ручки далеко не убираем записываем словарные слова сегодняшнего урока значит слова прошлого урок у нас солдат терраса январский присмотреться вот значит не забываем ставить вопрос что сделать значит пишем мягкий знак это должно у вас уже машинально происходить сегодняшние наши слова типография типография это вы знаете это место где печатаются издаются книги штукатур это тот кто штукатуре стены штукатур буквы подчеркните поставьте ударение ударный я выделила красный бирюзовый это очень красивый цвет бирюзовый прилагательный и глагол прийти посмотрите внимательно как пишется прийти значит типография штукатур бирюзовый прийти записали ребята подчеркнули замечательно замечательно идем дальше наш толковый словарь где мы узнаем лексическое значение слов и вот вы наверняка слышали такое слово брезгливый да это когда человек брезгует бывают чрезмерно брезгливые значит первое значение испытывающие отвращение к нечистоплотности везде ее подозревали то есть этому человеку кажется что все везде грязное что везде микробы то есть везде какая-то зараза например брезгливо отодвинуться от заморажки вот видите у этих девушка и девочка у них брезгливое выражение лица и второе значение испытывающий выражающий неприязнь и отвращение брезгливый взгляд вот это значение слова без брезгливый ударение падает на и так дальше идем слово возмездие возмездие слово это среднего рода ударение падает на и а что же такое возмездие это отплата кара за преступление за зло то есть справедливое возмездие и неотвратимое возмездие ну вот допустим что человек сделал какое-то страшное зло да и вот говорят же что все возвращается бумерангом вот как раз возмездие это кара за преступление за зло поэтому старайтесь в своей жизни не делать никому зла да быть хорошими порядочными людьми тогда будете спать спокойно что не наступит возмездие так дальше пастель пастель вот такое вот интересное слово слово это женского рода это мягкие приглушенные тона то есть есть тона кричащие яркие допустим красный оранжевый такой ярко-синий фиолетовый а есть пастельный это мягкие приглушенные тона цветные карандаши без оправы и рисунок выполнены такими карандашами вот допустим выставка пастели да и вот я подобрала картинки вот как раз таки видите картина вот здесь мебель в пастельных тонах это кремовый бежевый цвет светло-светло-светло-зеленый и так далее то есть когда пастельные тона да красиво я согласна то вы понимаете что это именно такие мягкие не кричащие цвета да вот это вот пастель дальше ребята мы с вами удаление практически во всех трудных словах уже разобрали если мне будут попадаться такие слова которые вызывают сомнения мы будем их записывать сейчас мы с вами запишем слова довольно таки интересные и вы запомните какого они рода вот смотрите цунами вот как раз иллюстрация это волны огромной высоты которые сметают все на своем пути целые города пляжи да и так далее вот запомните что цунами это среднего рода слова по идее нам может показаться что вот цунами это волна да волна ну на самом деле цунами среднего рода вот вкусный кофе капучино ну вы знаете что кофе это слово мужского рода и капучино тоже слово мужского рода да запомните а лучше запишите себе и интервью среднего рода например интересное интервью да вам тоже в я-классе могут попадаться такие задания чтобы вы знали вот вот слово тоже кенгуру вообще это слово мужского рода да ну соответственно когда это особь женского рода да то мы не будем говорить кенгуриха мы будем говорить кенгуру подразумевая что это она но тем не менее кенгуру это мужского рода вот записали да так на прошлом уроке мы с вами говорили о лексике просто повторим что лексика это словарный состав языка лексикология это раздел науки о языке изучающий лексику тема простая все вы ее понимаете так ну теперь давайте поговорим с вами о нашей новой теме в русском языке имеется множество слов известных каждому человеку эти слова являются общеупотребительными то есть слово говорит само за себя например птица земля окно человек я ты приятный ласковый плавать рисовать любить ненавидеть разрушать и так далее то есть такие слова могут употребляться в любом стиле речи и когда мы говорим и когда мы пишем то есть когда мы произносим эти слова мы все понимаем о чем идет речь да поэтому эти слова общеупотребительные смотрим вот эту вот вот этот слайд общеупотребительные слова многие слова русского языка известны всему народу эти слова являются общеупотребительными вот примеры вода земля длинный говорить и так далее наша обыденная речь прежде всего строится из общеупотребительных слов все-таки чаще всего мы употребляем их да вот которыми пользуются все русские люди независимо от места жительства и профессии ну не только русские да а люди которые допустим в данной ситуации говорят на русском языке вот с общеупотребительными словами понятно так но есть в русском языке слова которые знают и используют свои речи не все не все например слово вица вот обозначает это слово хворостина или пруд вот вам скажут какая длинная вица вы же не поймете о чем идет речь или крыга а крыга это оказывается льдина льдина поймут все а вот крыга нет вот эти слова употребляются только в речи жителей некоторых мест слово камбус допустим камбус это кухня в речи моряков то есть у нас это кухня это кухня а у моряков это камбус ребята это не не общеупотребительные слова диалект теперь взяли ручки чтоб вы там не заснули да и запишем что такое диалект диалект это слово которое употребляется в определенной местности понятное жителям определенной территории то есть жители только допустим этого села или этой области вот или этой деревне понимают слова вот это диалекты диалектные слова или диалектизм и мы еще их называем записываем ау вы там не уснули ребята нет хорошо и Лиза не спит точно но записываем диалект это слово я поняла хорошо пишем это слово которое употребляется в определенной местности понятное жителям определенной территории чаще всего диалектизмы применяют жители маленьких сел или деревьев ну как раз что я говорю интерес к таким словам возник у ученых лингвистов еще в восемнадцатом веке большой вклад в изучение лексических значений слов в русском языке внесли шахматов Даль и Выгодский примеры диалектизмов говорят о том что они могут быть разнообразны по своему виду ну то что диалект что такое диалект вы поняли да вот видите деревенские люди говорят друг другу и понимают о чем они говорят мы бы наверное многие слова из их речи не поняли так диалектизмы еще раз повторим это слова употребляемые только жителями той или иной местности вот коса это литовка то есть понимаете коса это которая косят сено петух это кочет а вот гадюка змея у них называется козюля вот такой так интересно да многие диалектные слова становятся общеупотребительными и входят в синонимические группы то есть когда то они были диалектизмами а потом они вошли в нашу обиходную речь и мы понимаем вот дом это общеупотребительное слово изба вы же понимаете все ребята изба вот вы понимаете о чем это слово ну что оно обозначает хотя это слово северорусская хата южно-русская вы тоже понимаете что такое хат то есть они были диалектизмами а сейчас стали общеупотребительными то есть бывает что становятся общепотребительными в толковых словарях русского языка рядом с диалектными словами стоит помета обл то есть областное слово присущее людям такой-то области в художественных произведениях диалектизм употребляются для передачи особенностей речи жителей определенной местности чтобы как бы ярче передать их национальный колорит вот интересная вот как раз я вам видите вот коса литовка кочет и вот козюля да такая грозная змея на козюлю не похожа да ребята так дальше а вот упражнение 64 да ну мы давайте с вами быстренько его прочитаем здесь вообще все ребята речь идет о вьюге а вы посмотрите сколько много названий имеет вьюга и многие из этих слов именно диалектизмы смотрите в обиде в обыденной речи и художественной литературе можно встретить такие многообразные названия метели метель да мы понимаем что такое метель снежная буря вьюга это сильная метель и вот дальше смотрите метелица метуха буран метелица буран не знаем это сильная общая метель в степи при низкой температуре а дальше вея веялица ворогуша это метель с ураганом голомяна вьюга это зимнее ненастье дальше деруга герунья заверт завива завируха завитуха заволоха это очень сильная метель так называется да вот в каких-то областях деревнях то есть завароха кича крутень крутилица курга куревуха кутерьма кутига кутиха пурга фортуна хвилюга чапкын частяк это низовая метель ну то есть которая по низу идет да вот видите поземку иногда называют волокуша заметь поземица поземь понизовка поползуха сипуга тащиха и тягуша вот видите как интересно то есть нам скажут тащиха или сипуга да о чем идет речь мы не поймем а вот допустим жители деревни нижние волочки там или еще какой-то они поймут что это речь идет о метели то есть вот такие вот разнообразные диалектизмы вот вам пожалуйста метель в юга пуран и так далее да вот такая вот скоро нас ожидает холод в юге и метели то есть зима хорошо теперь давайте поговорим о профессионализмах ребят так диктур слова связанные с особенностями работы людей той или иной специальности профессии называются профессионализмом пожалуйста вот это определение быстренько запишите слова связанные с особенностями работы людей той или иной специальности Айдар хватит профессии называются профессионализмом и подчеркните пожалуйста записываем то есть эти слова понимают люди определен определенной профессии профессионализм так записываем специальные слова разъясняются в особых словарях справочниках в энциклопедиях и вот пожалуйста слово которое понимают футболисты ну мы тоже с вами ну мальчики ну вот зря этого футболиста сюда поставил все не отвлекаемся например пенальти слово несклоняемое да мужского рода спортивное штрафной удар по футбольным воротам с одиннадцати метр удачно пробить пенальти например ну вот это пример да смотрите это это слово понимают футболисты ну мы тоже понимаем да но это профессионализм а именно слово и жизни там и спорта такого как футбол так скажем понятно да записали успели ребята успели записать хорошо я тебе верю так дальше вот давайте упражнение 58 посмотрим из вашего учебника сейчас я вам его прочитаю вы посмотрите где же здесь профессионализмы и скажите значит кто по профессии был папа у этого мальчика метраша выучился у отца делать деревянную посуду бочонки шайки лохань у него есть фуганок ладила длиной длиной больше чем два его роста с этим ладилом он подгоняет дощечки одну к другой складывает и обдерживает железными и деревянными обручами ну как вы думаете кто папа по профессии у этого мальчика смотрите такие слова бочонки шайки лохань вот даже фуганок кто он а ребята кто по профессии ну строитель а все-таки с деревом кто больше занимается именно с деревом нет каменщик с камнями кто знает такую профессию ну нет ну мастер по дереву а их называют столяр да столяр плотник можно да столяр плотник совершенно верно вот мы именно по этим словам узнали кто по профессии папа этого мальчика значит еще раз повторить профессионализмы это слова и сочетания слов употребляемые преимущественно людьми определенной профессии специальности вот смотрите я допустим вам скажу слово мольберт вот люди какой профессию употребляют это слово кто знает мольберт ну не рисовальщик это как-то грубо звучит художники совершенно верно художники а ты мне молодец да хорошо а вот да правильно а слово допустим октава 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 или доры ми фасоль нот музыканты совершенно верно да да музыканты хорошо значит вот смотрите какие интересные молодец алия окутман рада вам всем действительно давайте посмотрим склянка профессионализм ну в нашем понятии да это какая-то стеклянная банка а в речи моряков это обозначает полчаса то есть тридцать минут вот они то понимают это слово то есть полчаса у них это склянка густопсовый в речи собаководов название качество собаки то есть собака когда с густой шерстью они говорят густопсовый вот подвал а в речи полиграфистов это статья занимающая низ газетной полосы то есть то что внизу да то это подвал мы то подвал буквально понимаем да а вот полиграфисты это у них статья так называется которая внизу газетной полосы так хорошо значит смотрите ребята домашнее задание записываем фотографируем параграф 17 изучаете значит изучаете что такое диалектизм общеупотребительные профессиональные слова ну думаю это легко все с этим понятно значит упражнение 65 66 вы делаете устно устно это не значит не делать это значит взять его прочитать изучить и выполнить но просто не записывая да и задание в я-классе сегодня к вечеру ждите я вам его пришлю записали сфотографировали так одна минута не может быть мне кажется две а это простите я не в ту сторону так давайте пока у нас есть время мы с вами сделаем упражнение 53 смотрите здесь значит слова вы мне пишите какие буквы вы ставили бы на место на месте пропусков давайте октябрь октябрь правильно одыми совершенно верно дальше и вам спасибо за урок дальше взошел взошел какую букву напишем взошел нет думаем кто правильно взошел йо совершенно верно да надев багряные одежды позолотил какую букву поставим позолотил арсен правильно о потому что это приставка а приставки по нет дальше верхушки верхушки да мои хорошие до свидания ну давайте сейчас уже отключимся пока работаем верхушки какую е арсен молодец со мной до последнего дальше играя признаком надежды налетели налетели какую е арсен молодец стоит тучь этот уровень оголела так да этом не до